Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин прямо сейчас идет вниз. 63 800 долларов. Индекс страха и жадности на 60. Ставка финансирования низкая. Особо так какого-то паттерна не видно. Могла быть головой и плечи, но нечетко. Это часовой таймфрейм. И посмотрите, объемы увеличились. Это хорошие новости. Проведем в этом видео теханализ биткоина. И также пройдемся по, пожалуй, Солана. Больше всего спрашивали в комментариях. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Биткоин 63 760. Можно сказать, что закругленная вершина, но все-таки не совсем восходящий тренд на биткоине. Но давайте все-таки начнем с недельки. Биткоин все еще выше годовой трендовой линии. На недельный таймфрейм смотрим, значит, каждая свеча это одна неделя. Неделя еще не закончилась, но объемы в принципе неплохие. Также вы видите желтую трендовую линию, по которой биткоин идет в течение года. С сентября еще 23-го пробивал биткоин эту трендовую, но затем все-таки вернулся обратно. Криптогуру бот держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года, когда биткоин стоил 20 тысяч. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу, когда биткоин стоил 70 тысяч. И сигнала на покупку пока что не давал. Стохастик направлен вверх, выходит из перепроданности, и теперь опускаемся на дневной. Здесь стохастик в перекупленности, но, похоже, снова разворачивается вверх. И что еще я вижу на дневном таймфрейме? Это что-то вроде перевернутой головы с плечами. Смотрите, плечо, голова, и формируется еще одно плечо. И это бычий паттерн на самом деле. Если, конечно, биткоин не провалится, потому что на выходных часто кто-то пытается атаковать биткоин, потому что объемы низкие на выходных. На ETF нет торгов. Посмотрим, как будет в этот раз. Также на графике мы можем увидеть канал, в котором находится биткоин. 70 тысяч вверху. Что там дальше? Короче, 72, 53. И оттолкнулся. Пошел на 65. Похоже, что бычий флаг еще на графике. Давайте на 4-х часовом уточнимся. Тут перевернутая голова и плечи. Еще раз. Вот она, перевернутая голова и плечи. И похоже, что формируется действительно плечо. А также, вот смотрите, это похоже на бычий флаг. Я бы все еще держал эту торговую идею, которую дал вчера. На 62 479 долларов цена входа. Стоп-лосс на 61 995. И тейк профит на 72 тысячи и на 78. Риск 483 доллара. Заработать можно 27 тысяч. Прекрасно. И вчера, кстати, я задавал вопрос насчет XRP. Просил прокомментировать. А спрашивал я, что вы видите. Какой паттерн вы видите на XRP. Давайте откроем график. Пара XRP QSDT. Я спрашивал, какой паттерн вы видите на графике. Пишите в комментариях. Говорил. И правильный ответ – это нисходящий треугольник. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх. Обычно выходим, когда пройдем 70% длины. И проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. И цель по тейк профиту здесь может быть… Это… Вот я проставляю потенциальные уровни. Доллар 20, доллар 70 и 90 центов. Это потенциальные цели по тейк профиту. И теперь я хочу просмотреть комментарии и выбрать победителя. Я попросил написать в комментариях, что это за паттерн. И давайте почитаем комментарии. Это нисходящий треугольник. Нисходящий треугольник формируется нисходящей трендовой линией. И горизонтальной линией, которая обозначает поддержку. Цель примерно доллар 65. Хороший ответ. Джеймс, хотелось бы увидеть от тебя теханализ по Тесла. Как на нее повлияет финансовый отчет. Но обычно перед датой публикации лучше закрываться. И посмотреть на реакцию. Но я в принципе купил Теслу еще по 141, поэтому… Поэтому я закрываться не буду. У меня цель по тейк профиту на Тесла стоит на 570 долларов. Идем дальше. Читаем комментарии. Это симметричный треугольник. Ну, на самом деле, нисходящий треугольник. На графике XRP симметричный треугольник. Это нисходящий треугольник, ребята. Идем дальше. Пожалуйста, сделайте их анализ по Джасми. Нисходящий треугольник. Медвежье продолжение, если пробьет уровень поддержки. Верно. Но я думаю, все-таки вверх будет выходить. Паттерн на XRP – это нисходящий клин. Нет. Нисходящий треугольник. В общем, ребят, нисходящий треугольник на графике. Вот правильный ответ. Нисходящий треугольник. Поздравляю. Это будет победитель. Моя команда с тобой свяжется, чтобы отправить тебе вознаграждение. Моя команда с тобой свяжется и отправит тебе 100 USDT. Поздравляю. И теперь пос... А, кстати, Илон лайкнул мой комментарий. Вот смотрите, он запостил эту картинку. Нет, я лучше вам... Давайте прям в Твиттере покажу. 85500 фолловеров. Растут подписчики, то у меня их забирают потом. Потому что я в теневом бане. По какой-то причине. Я не понимаю. Но я хочу вам показать... Где же это было там? Да, вот она. Смотрите, вот это Илон Маск затвитил. Насчет... Расовой замены персонажей. И я такой комментирую. Геноцид рыжих пишу. Илон Маск лайкнул этот коммент. Вот Илон затвитил эту картинку час назад. И я прокомментировал. Геноцид рыжих. И смотрите. Илон Маск лайкнул мой коммент. Это же круто. Потому что я фанат Илона Маска. И фанат его компании. Илон Маск лайкнул мой комментарий. Как же это круто. В общем, много разного у меня в Твиттере. Можете сами посмотреть. Это мое видео. Получаю профит на биткоине. Десятка самых прибыльных акций. Тесла, Nvidia, Netflix. Двойная вершина на 66 на биткоине. Миллионеры, которые хорошие люди. Тесла торгуется все еще ниже 300 долларов. А, кстати, спрашивали меня. Кто же меня спрашивал? Не могу даже представить, как бы я жил без твоих видосов. Каждый день. Ты лучший. Спасибо. Но там был комментарий, была просьба. В общем, Солана просили меня посмотреть. И Тесла тоже просили посмотреть. Давайте сделаем и то, и то. Начнем с Соланы. Но тут бычий флаг. Флагшток. И полотно флага. Это бычий вымпел, скорее. И нисходящий треугольник. Нисходящий треугольник. Внутри давление, давление. И вверх выходим. Это тот же паттерн, что и на рипле. Можем измерить расстояние по основанию треугольника. Теперь цель на Солана 229 долларов. Отлично. И еще была просьба посмотреть на Теслу. Тесла. 249 долларов. Мы покупали по 141. Прекрасно. И почему я покупал Теслу, объясняю. Первое. Это перевернутая голова и плечи. Затем большой нисходящий клин. Внутри давление, давление. Вверх выходим. И третье. Большой симметричный треугольник. Внутри давление, давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. Поэтому, может быть, еще коррекция на Тесла. И затем вверх выйдем. Но, на мой взгляд, объем-то растут. И это подтверждает выход из треугольника. Но стахастик уже в перекупленности. Помните, лучше покупать, когда стахастик внизу, в перепроданности. Вот здесь мы покупали Теслу по 141. И заработали уже 76% прибыли. Вот посмотрите. Вышли за трендовую линию. А это часть большого симметричного треугольника. Так что, сейчас мы подтверждаем этот пробой. Давление, давление. И вверх выходим. Теперь смотрим. Должны сходить на ретесты. Оттолкнуться на хороших объемах. К сожалению, все это преподает как раз на финансовый отчет. Который выйдет 23 июля. На следующей неделе. Поэтому нужно внимательно наблюдать за ситуацией. Ожидаемая оценка 0.612, а прибыль 24 миллиарда. Не ожидается маленькая прибыль. Ожидается большая прибыль. Но если они действительно покажут 24 миллиарда, тогда... А может быть мы посмотрим, какие были раньше показатели. Всему этому, кстати говоря, я обучаю на своих курсах по трейдингу на фондовых рынках. Вот так выглядят финансовые показатели Тесла. Чистый доход. Доход до вычета налогов. Общая прибыль. 21, 25, 23, 24. Это квартальный годовой. Почти 100 миллиардов. Ранее 81 миллиард. То есть, примерно у них получается 20 миллиардов квартальная прибыль. И в этот раз они ожидают примерно... Сколько они ожидают? 24. Да, 24 миллиарда. Вот они, показатели в таблице. И скоро выйдет финансовый отчет. И это чуть выше, чем за предыдущий период. Если финансовые показатели будут плохие, то тогда можно подбирать Теслу на уровнях поддержки. А уровни поддержки на Тесла, я бы сказал, находятся где-то вот здесь, на 200. Если плохие будут показатели, то Тесла может опуститься на 200. Все зависит от отчета. Вот. Я пока что ничего закрывать не буду. Потому что у меня долгосрочная цель. 578 долларов. Вот такие дела. Теперь напоминаю, что под видео есть полезные ссылки. Если вы хотите торговать вместе со мной. Один – это биржи, на которых можно зарегистрироваться. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу. Трейдингу на фондовых рынках. Законы денег. 333 доллара стоит каждый курс. И прошли курсы, тогда присоединяйтесь к моему телеграмму. У меня на балансе 576 800 долларов. На этой неделе у меня было 528 тысяч долларов. Поднимался на 593. Так что потерял четко денег. Это сколько получается? Минус 20 тысяч примерно. Но если за неделю считать, то я в плюсе. Примерно на 50 тысяч. Сделка по биткоину у меня тоже в профите. На 19 700 долларов. Размер позиции 267 тысяч долларов. Посмотрим, что будет дальше. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, это для вас полезно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно пишите в комментариях, какую монету мне проанализировать. Поздравляю победителя, который выиграл 100 долларов. Всем хорошего дня. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok